Роскосмос 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 Ведомственный вклад носит именно наша компания, поскольку по факту мы формируем спрос на систему услуги на базе ГЛОНАСС. Мы разрабатываем активно региональные целевые программы совместно с регионами. 15 регионов приняли такие программы, 46 регионов находятся в стадии разработки. Мы формируем ведомственные программы внедрения ГЛОНАСС. Это очень важная работа, поскольку позволяет сформулировать и оценить потребности соответствующих заказчиков в системах управления транспортом, в системах высокоточного позиционирования на основе ГЛОНАСС. Крупнейшие проекты, такие как ЭРОГЛОНАСС, которые призваны масштабировать рынок в десятки раз и обеспечить спрос на десятки миллионов устройств, чипсетов ГЛОНАСС-GPS. Кроме того, все эти продукты и системы имеют серьезный экспортный потенциал. Система, которую мы разрабатываем, уже внедряется в разных странах, прежде всего в Индии, которая является для нас ключевым рынком после Российской Федерации. И также идут совместные проекты в странах СНГ. При реализации проекта ЭРОГЛОНАСС мы ожидаем, что к 2020 году весь транспорт Российской Федерации сможет воспользоваться преимуществами услуги ЭРОГЛОНАСС. И наличие такой услуги серьезно повысит безопасность на наших дорогах. Система активно создается. В конце 2013 года НИЗГЛОНАСС завершит создание системы ЭРОГЛОНАСС и ведет промышленную эксплуатацию. Кроме того, мы активно участвуем в формировании нормативной базы и в международном сообществе. НИЗГЛОНАСС является членом-наблюдателем так называемой ЭКОЛ-платформы. Это комитет при Европейском Союзе, который разрабатывает стандарты в области интеллектуальных транспортных систем и в области систем безопасности на дорогах. Проект «Европейский ЭКОЛ» — это аналог российского проекта ЭРОГЛОНАСС, который также должен быть запущен в 2014 году. В этом году мы разворачиваем инфраструктуру в нескольких регионах УФА, Екатеринбург, Новосибирск. В прошлом году мы уже создали навигационно-информационные центры в Москве и Питере. В следующем году мы должны обеспечить покрытие услугой ЭРОГЛОНАСС еще в 12 регионах Российской Федерации. Кроме того, крупный проект был начат в прошлом году по созданию интеллектуальной транспортной системы для Москвы. В рамках этого проекта наша компания создает систему диспетчеризации, систему безопасности на пассажирском транспорте в Москве. Мы оснащаем пассажирский транспорт в ГУП «Мосгортранс». Также создаются зональные центры, общий городской центр. То есть это современная система, которая позволит более эффективно управлять пассажирским транспортом, предоставлять услуги пассажирам по информированию о прибытии пассажирского транспорта, повысить безопасность на транспорте. Наверное, мы все с вами периодически бываем в разных странах, в Европе. Давно уже наблюдаем, практически в каждом городе есть фрукционное табло, которое показывает, когда же приедет ваш автобус, троллейбус, трамвай. Такую услугу невозможно оказывать без оснащения всего транспорта системами навигации. Это один из крупнейших проектов в мире, поскольку «Мосгортранс» является крупнейшим перевозчиком Восточной Европы. В общей сложности больше 4 тысяч транспортных средств оснащено. Еще порядка 5 тысяч транспортных средств оснащено в этом году. В целом, по России, нами оснащено порядка 32 тысяч пассажирских транспортных средств. Больше 100 городов используют диспетчерские системы, которые нами разработаны в 52 регионах Российской Федерации. То есть эта система отработана и используется уже во многих городах. В качестве примера внедрения систем на основе ГЛОНАСС – это Почта России. Большой проект. Планируется оснащение 4,5 тысяч транспортных средств, из которых в этом году 4,5 тысячи, и в прошлом году мы оснастили 6,700, а всего проект 2,7 тысячи. То есть проект большой, масштабный, уже наполовину нами реализован. Также большой проект у нас идет с компанией «Транснефть». Оснащение технологического транспорта в 37 филиалах «Транснефти». Очень сложный проект. По всей России идет внедрение системы за полярным кругом. В том числе наши коллеги в тяжелых климатических условиях, в условиях полярной зимы, расшифляют монтаж оборудования. Но эффект, который «Транснефть» ожидает от этого проекта, он очень существенный в части управления, безопасности, экономии средств при эксплуатации соответствующей техники. Оснащено более 6 тысяч транспортных средств в прошлом году, и всего планируется к оснащению около 20 тысяч транспортных средств. Лидер по внедрению систем на основе ГЛОНАСС среди ведомств – это, безусловно, МВД, который владеет самым большим парком транспортных средств. И в целом это около 140 тысяч транспортных средств, из которых 10% оснащено было по итогам прошлого года, и продолжается оснащение в этом году. Мы планируем примерно 9-10 тысяч транспортных средств в этом году оснастить, включая 5 тысяч автомобилей в Москве. Очень интересный проект системы управления мобильными нарядами в Москве, который позволило сократить скорость реагирования на чрезвычайные пути происшествия и улучшил раскрываемость по горячим следам. Таким образом, основное внедрение, которое сейчас мы наблюдаем в России в этой области на основе системы ГЛОНАСС – это, прежде всего, корпоративные системы, крупные проекты, такие, в том числе, как и логистический транспортный центр в Сочи, интересах олимпийских игр, которые мы строим. Сейчас уже в опытном режиме функционирует система управления грузовыми перевозками, и более 2,5 тысяч транспортных средств подключено к этой системе. Всего будет подключено 8 тысяч, причем проект достаточно уникальный. Во-первых, он уникальный, потому что у нас с вами уникальная Олимпиада в уникальном месте проходит, и создание такого центра мультимодальных перевозок, который позволяет управлять и автомобильным транспортом, грузовым, пассажирским транспортом, автомобильным, железнодорожным транспортом, авиационным и морским в целях осуществления перевозок до Олимпиады, грузовых, грузовых перевозок и пассажирских перевозок в течение Олимпиады. Это, в общем, уникальная по масштабу, по сложности задача. На сегодняшний день группа компании М2М Телематика – это ведущий российский инновационный бренд в области транспортной телематики. Компания активно развивается. Прошедший год был очень успешным для компании. Мы реализовали более 300 тысяч навигационных устройств, из которых примерно 150 тысяч пришлось на долю навигационных приемников производства компании «Геостар-навигация», входящей в нашу группу, и более 52 тысяч профессиональных навигационно-связных терминалов, которые мы устанавливали на всевозможные транспортные средства, как в интересах коммерческих заказчиков, так и в интересах государственных муниципальных потребителей. На сегодняшний момент М2М Телематика – это крупнейший РНД-центр в области транспортной телематики. Работает более 400 человек. За прошедший год мы активно развивали все перспективные направления. В первую очередь, это линейка навигационно-связного оборудования. И выпустили более 15 новых модификаций. И традиционно отдавали большое внимание наших разработчиков развитию отраслевых продуктов. И более 20 новых отраслевых продуктов было создано в прошедшем году. Мы активно работаем над развитием линейки навигационных чипсетов. В апреле этого года входит новый приемник «Геос-3», который, как Александр Олегович сказал, будет полностью конкурентно способен с существующими на рынке GPS-приемниками и по техническим характеристикам, и по стоимостным. То есть он будет стоить порядка 15 долларов. В результате мы можем говорить о том, что на сегодняшний момент на рынке Российской Федерации двухсистемное GLONASS GPS-оборудование практически полностью вытеснило GPS-оборудование. Большинство крупных производителей, включая М2М-телематику, прекратило производство GPS-устройств для профессионального рынка, поскольку стоимость двухсистемных устройств уже полностью сравнялась с односистемными. А преимущества двухсистемных приемников и устройств на их базе совершенно очевидны. И широкое внедрение GLONASS-приемников продукции в идущих мировых производителей на потребительском рынке лишнее тому подтверждение. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ